ВИФЛЕЕМСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ Темами открытого областного фестиваля конкурса являются православные праздники, Рождество Христово и Крещение Господне, а участниками вместе с детьми со всего региона становятся и буйские дети. Состязания среди тех, кто своим творчеством прославляет великие православные события, состоят из отборочного городского этапа и затем, после решения муниципального жюри, заслуживают право быть представленными на областном этапе. Отрадно, что среди наших участников ежегодно немало победителей и призеров. Этот год также не стал исключением. Победители и призеров открытого областного конкурса «Вифлеемская звезда» наградили дипломами и призами. Церемония награждения состоялась 21 января в концертном зале детской музыкальной школы и сопровождалась концертными выступлениями награжденных ребят. Собравшихся на мероприятии приветствовал благочины Буйского и Сусанинского районов протоиерей Аркадий Климов. Дети по-своему выражают этот праздник, поскольку душа не может не ликовать, не торжествовать, поскольку от избытка сердца говорят устам. Поэтому, наверное, то, что у человека здесь у нас сердце, душа, иногда и говорят, душа поет. Наши юные дарования показали на все, что они способны. Но и за всеми этими выступлениями стоят учитель, стоят педагоги, преподаватели. И это как раз показывает, если они показали высокий класс, не только здесь, они выступали в Сарме, то это говорит о том, что насколько же высококлассные наши преподаватели, наши педагоги. В номинации «Художественное слово» в направлениях поэзии и прозы дипломами призеров награждены учащаяся школы номер 9 Екатерина Коновалова, руководитель Лариса Николаевна Смирнова, учащаяся школы номер 2 Александра Козлова, руководитель Светлана Николаевна Герасимова. В номинации «Театральное искусство» дипломом призера награждена студия «Экспромт» школы номер 5, руководитель Антонина Михайловна Гузанова. Мы участвовали в номинации «Театральное творчество», на муниципальном этапе мы заняли первое место с нашим спектаклем «Маленькая елочка», и потом уже спектакль был отправлен наш материал в Кострому, и мы заняли на областном конкурсе второе место. Участвовали ребята с 1 по 4 класс, долго готовились, репетировали, костюмы готовили, помещения тоже готовили, реквизиты разные. То есть очень долго проходила подготовка. Как дети относятся к этому мероприятию? Детям очень нравится, с удовольствием участвуют, подключаются родители, и родители всегда отзываются хорошо, то есть помогали нам в подготовке костюмов, учили с ребятами слова, репетировали какие-то наши пожелания, может быть, то, что надо доделать, ну, то есть все довольны, особенно результатом. Ну, мы постоянно стараемся участвовать не только вот именно в Рождественском, а из театральной постановки на 9-е мы принимали участие, тоже занимали призовые места, то есть вот как бы нам нравится эта деятельность именно театральная. В номинации «Музыкальное искусство» в направлении «Инструментальное исполнительство» дипломы призеров у учениц детской музыкальной школы Дарьи Криницына и Полины Пужаевой, преподаватель, заслуженный работник культуры Костромской области Ольга Михайловна Соболева, концертмейстер Светлана Павловна Медведева, Иван Лебедев, преподаватель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Анатольевна Ловчегова. В направлении «Вокально-хоровое исполнительство» дипломом участника конкурса отмечена воспитанница детского сада номер 6 «Солнышко» Таисия Жукова, руководители Виктория Николаевна Рингис и Марина Валентиновна Махнова. Также в этом направлении награждены учащиеся детской музыкальной школы Евгения Тен, преподаватель Ольга Владимировна Матылева, концертмейстер Любовь Николаевна Тулупова, София Беляева, преподаватель Нелли Ивановна Сертукова, концертмейстер Светлана Павловна Медведева, которая отмечена дипломом за концертмейстерское мастерство. Специальными дипломами «Надежда» отмечены София Ярыгина, преподаватель Елена Алексеевна Сергеева, концертмейстер Галина Васильевна Галанина, Алена Комракова, преподаватель Ирина Александровна Карабанова, концертмейстер Наталья Сергеевна Огурцова. Также специальным дипломом «Надежда» награжден хор детской воскресной школы Духовно-просветительского центра Благовещения, регент хора Елена Александровна Павельева, концертмейстер Ксения Алексеевна Рябцева. Мы в первый раз участвуем с нашей Тася в этом празднике. Очень рады. Она у нас и будет большая умница. Она еще только ходит в детский сад, но она у нас большой талант. Она очень любит петь, танцевать. И мы очень-очень ей за это рады. Она участвует у нас во многих конкурсах. Мы надеемся, что у тебя будут еще победы твои, потому что у тебя еще только все начинается. Скажи, что ты исполняла? Почему? Ну, за что ты получила диплом? За песню «Легенды». А с кем ты разучивала эту песенку? С Викторией Николаевной. С нашим музыкальным руководителем детского сада. Тебе нравится участвовать в конкурсе? Будешь еще принимать участие? В номинации «Изобразительное искусство» юные буйские художники, учащиеся детской художественной школы имени Николая Петровича Якушева, представили свои работы в направлениях живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Среди награжденных Елена Астанина, преподаватель Наталья Валерьевна Румянцева, Дарья Миловидова, преподаватель Виктория Владимировна Голунова, Анастасия Румянцева, преподаватель Наталья Валерьевна Смирнова, Ксения Куковерова и Вера Ягодина, ученицы Екатерины Владимировны Хомутовой. Я делала отпечаток, отпечаток рисунка и переносила его на письмо. А что это за рисунок, о чем он был? Это было о рождении Христова. Вам понравилось участвовать в этом конкурсе? Еще будете? Да. Участников было очень много, мы отправили достаточно большое количество работ, как обычно, то есть активно принимаем участие, потому что это наш самый любимый конкурс, действительно. И победителей, действительно, призеров тоже достаточно большое количество, то есть их всех не перечислить, но вот и Останина Елена, и Куковерова у нас, Ксения, и Настя Румянцева, то есть очень-очень много сегодня их наградят, действительно, да, они заняли вторые и третьи места. Как ребята к этому конкурсу относятся? Ну, они всегда положительные, они всегда участвуют, всегда очень много идей, очень много, как говорится, задумок, которые они воплощают в течение целого года, то есть буквально с января мы начинаем, и уже в октябре-ноябре отправляемся на работу. Что тут на году нового было, что вы где-то представили, может быть, на антикоскет работы? Ну, новые форматы, новые техники были, да, необычные, вот такие, как набойка, то есть первый раз мы ее представили буквально, а вот из традиционных это и коллаж был, и графика, и живопись, то есть это вот как обычно мы всегда принимаем участие. Если вот брать по протоколу, если посмотреть, то, конечно, детская художественная школа, наверное, заняла самое большое количество призовых мест. Мы очень рады, что среди наших ребят, среди боевлян достаточное количество победителей в самых разных номинациях. Это и художественное слово, и музыкальное искусство, и изобразительное искусство, и мы сегодня с большим удовольствием проводим церемонию награждения, чтобы наши талантливые, вдумчивые, одаренные дети получили свои призы за победу в этом конкурсе. Я хочу сказать спасибо всем учреждениям, которые принимают участие, выразить отдельную благодарность со своей стороны, поскольку отдел культуры, молодежи и спорта занимается организацией трех номинаций. Это изобразительное искусство, музыкальное искусство и литературное творчество. И, конечно, очень хочется сказать спасибо тем учреждениям, которые организуют непосредственно муниципальные этапы. Это Дворец культуры вместе с музыкальной школой, которая проводит конкурсный отбор по номинации музыкального искусства. Детская художественная школа, которая организует отбор по номинации изобразительного искусства. и Центр молодежи, который проводит конкурсный отбор среди ребят, которые увлекаются литературным творчеством и исследовательской кровеческой деятельностью. Талантливые дети вместе с наставниками награждены паломнической поездкой по святыням земли Костромской. Конкурс состоялся. Итоги подведены. Настало время приступать к подготовке нового фестиваля «Вифлеемская звезда».